Друзья, мы долго ждали этого дня. Мы к нему долго готовились. И вот он вступил. Мы открываем Всероссийский форум иллюстрации. Слово директору Российской Государственной Детской Библиотеки Марии Александровне Веденятиной. Добрый день. Мы очень всем рады. Мы рады замечательным депутателям, чудесным совершенно студентам. Мы рады детям, которые сегодня, он не может приглашать на этот день, завтра будет. Но тем не менее, поскольку это всегда в нашей депутатике, мы им рады студентам. Вот Ольга Евгеньевна сказала, что мы варим форум. У меня такое ощущение, что мы его должны закупать. Почему? Потому что вся работа, как бы для подготовки к форуму, она начиналась еще летом. Замечательные наши художники. Я думаю, что они проводили мастер-классы с детьми. И эти мастер-классы, потому что я не всегда бываю на занятиях с детьми, но зато всегда смотрю наш телеграм-канал. И вот в нашем телеграм-канале мастер-классы с замечательными художниками, которые эти мастер-классы давали именно в своей технике, со своими особенностями, вызывали совершенно такие, вы понимаете, бурные, я бы сказала, очень эмоциональные обсуждения. Во-первых, не хватало места для регистрации этих мастер-классов. И это было главным, пожалуй, таким вот выражением, неудовольствием. А, конечно, больше всего было положительных эмоций с восторгами и с многочисленными знаками восклицания, которые я хочу передать сегодня всем тем, кто принимал участие и делал эти мастер-классы для детей. У нас были записаны чудесные интервью с художниками. У нас, собственно говоря, были сформированы, сейчас вы можете увидеть, выставки. Это выставки не только детских работ по итогам этих мастер-классов, но и выставки тех замечательных институтов, институций, которые были партнерами нашими в этом проекте, и которым мы выражаем особые слова благодарности. Это, конечно, институт графики и искусства книги имени Поворского, Московского политеха. Это Государственный университет имени Строганова. Это Санкт-Петербургская академия имени Штиглица и школа искусства и дизайна. Неправильно сказала, но по бизнесу и дизайну, потому что школа переименовывалась в учреждении. Поэтому мы в первую очередь выражаем благодарность преподавателям, которые работают с такими замечательными студентами. И студентам, конечно, тоже огромное спасибо. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию эти выставки. И забыла еще сказать о выставке художников из разных регионов, которые нам представляет такая организация, которую вы, наверное, и знаете, как МОРС. Эта выставка планируется на директорском балконе. Поэтому сегодня и завтра у нас такая завершающая именно этого проекта точка. Сегодня она для профессионалов, завтра она будет для детей. Но я надеюсь, что вот этот грант президентского фонда культурных инициатив, который получила ассоциация «Растим читателя» и делала в партнерстве с нашей библиотекой, с теми замечательными институтами, о которых я говорила, это только ступень, ступень к дальнейшему нашему сотрудничеству, сотворчеству, сотдеятельности, потому что детская иллюстрация – это и работа художников, она стоит абсолютно наравне с авторскими текстами. К сожалению, это понимаем большей части мы в Москве и Санкт-Петербурге, а вот регионы у нас недостаточно хороши в понимании значения детской иллюстрации в детских книгах. Поэтому я надеюсь, что следующим этапом у нас будет такое вот какое-то региональное продвижение наших замечательных творческих институтов и в целом книжной иллюстрации для детей именно дальше по стране. Поэтому я этому форуму хоть и ставлю такую точку, но считаю, что она промежуточная, и что дальше нас ждет с вами дорог, очень увлекательная и долгая дорога. Поэтому всех с праздником и всем огромное спасибо. Спасибо большое, Мария Александровна. Форум посвящен большой, важной для нас всех теме искусству книги. Он предназначен для широкого круга читателей, больших и маленьких, а также для издателей, для библиотекарей, ну и, конечно, для профессионального сообщества художников-иллюстраторов. И сегодня мы приветствуем всех наших дорогих гостей, педагогов, студентов, выпускников. Это наш праздник, и особо, конечно, всех тех, чьи работы представлены на выставке. Как вы уже поняли, в форуме принимают участие четыре замечательных учебных заведения, которые готовят художников-графиков. И сейчас я хочу пригласить к микрофону художника-графика, заслуженного художника России, действительного члена Академии художеств, председателя секции «Книжная графика Московского союза художников», доцента кафедры искусства графики Государственного художественно-промышленного университета имени Строганова Анастасии Ивановны Архипову. Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Мы очень-очень рады приветствовать всех здесь и педагогов, и художников, и художников-педагогов, и студентов, и выпускников, потому что это действительно какой-то особенный день, где мы сейчас встречаемся в таком прекрасном месте, как эта библиотека, которая для нас просто клуб настоящий, профессиональный, где всегда проводятся самые интересные выставки оригиналов наших замечательных художников. На самом деле у нас, как уже было сказано, этот форум, он уже как бы константно, он постоянно идет, потому что мы все время встречаемся. Мы встречаемся на всяких защитах дипломов, на выставке, просто так. Мы вот проводим конкурс «Образ книги», где участвуют студенты из всех этих учебных заведений. И хочется, чтобы это было и дальше, чтобы это была отправная точка для нового какого-то периода нашего общения и обучения новых студентов, которых все больше и больше с каждым годом, честно говоря. Так что очень хочется пожелать успеха этому форуму и всем вам. Спасибо. Большое спасибо, Анастасия Ивановна. А сейчас я хочу пригласить к микрофону художника-графика, профессора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, действительного члена Петровской академии наук и искусств, почетного работника высшего образования Николая Юрьевича Лаврухина. Спасибо, коллеги, дорогие гости. Мы, кажется, собрались в очень правильное время и в очень правильном месте. Тут вот недавно я разговаривал, вспоминал студенческие годы, и мне пришла на память мысль одного моего бывшего профессора по Академии художеств, который говорил, «Вы знаете, у нас в Академии художеств, я имею в виду Санкт-Петербургскую Академию художеств, там есть такой круглый двор, и там есть четыре надписи – живопись, скульптура, архитектура, и еще есть такая надпись «Воспитание». Он говорил, вот «Воспитание» – это и есть книжная графика. Понимаете, это действительно так на самом деле, потому что «Воспитание» – это почти то же самое, что культура, в смысле слова. Вот поэтому я думаю, что мы действительно собрались в нужное время и в правильном месте, и дай Бог нам продолжить это сделать традиционным. Большое спасибо, я очень рад этому событию. Большое спасибо. Хочу пригласить к микрофону художника-графика, члена Московского Союза художников, доцента, заведующего кафедрой иллюстрации «Стамп» Института графики и искусства книги имени Фаворского, Евгения Николаевича Подколзина. Честно говоря, даже не знаю, что говорить, потому что очень радостно, что все собрались. Нас так много, и так это все интересно, так здорово, и что происходит такое общение. И вы знаете, что меня поражает еще? Да, то, что вот диапазон вообще вот каких-то творческих методов, стилистики, он настолько безграничный, что это просто удивительно, это радостно. Но главное радостно, что у нас такие молодые художники, что у нас такая молодежь, она очень талантливая, очень умная, и мы их очень любим, наших и не наших, они все очень здоровские. И, в общем, кто-то сейчас студенты есть, а потом мы с очень многими увидели, и сюда вот есть такой вот замечательный способ всем собраться, всем увидеться, очень приятно видеть выпускников наших совсем недавних, совсем вот этого года, и студенты все здесь вместе. Ну, это удивительное событие, наверное, да. Но я просто обращаю внимание на то, что нужно очень внимательно походить вот здесь по залу, посмотреть все работы и студентов, и выпускников, потому что это очень важно, потому что вот этот вот диапазон творческих направлений, творческих исканий – это наше будущее, будущее нашей книжной иллюстрации, не книжной иллюстрации, наверное, во многом даже будущее искусства, потому что книжная графика, ну, это тоже даст возможность художнику достучаться практически до каждого дома. Ну, здесь, поэтому это очень важно, поэтому очень обязательно нужно все это посмотреть внимательно, и это, правда, очень здорово, очень интересно, и это безупречно профессионально, безупречно талантливо, и это очень хорошо. Ну, пожалуй, все. Спасибо, дорогой Евгений Николаевич. И я просто настоятельно приглашаю сюда художника-графика, члена Союза художников России и Московского Союза художников, доцента, руководителя профиля иллюстрации института бизнеса и дизайна Андрея Владимировича Картовича. Всех приветствую, очень рад видеть коллеги, друзья, дорогие студенты. В общем, форум подразумевает общение. Общение, ну, я думаю, что это одна из главных вообще наших профессиональных черт. Это общение не только среди наших коллег, да, общение и со студентами, с молодыми поколениями. В общем, форум – это очень важно. И здесь мы можем тоже посмотреть работы, выполненные студентами, да, и выпускниками вузов под руководством преподавателей, что значит тоже преемственность, да, преемственность традиций, преемственность поколений, что тоже для культуры, как уже и предыдущие выступающие сказали, тоже очень нужно и важно. Спасибо организаторам форума и всех поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо. Спасибо, дорогой Андрей Владимирович. Скажу несколько слов о том, как устроена экспозиция. Мы с вами находимся в большом выставочном зале. И здесь представлены работы студентов. Студентов, выпускников, дипломников. И вначале мы думали, когда мы думали о том, как вешать эту экспозицию, мы, полагаясь на архитектурное устройство нашего большого выставочного зала, которое от природы предполагает деление на вот эти четыре сегмента, думали, вот тут будут представлены вузы, а за ними красивым образом будут висеть их студенты. Но когда мы напечатали вот эти панно со студентами, осознали, обдумали, мы решили, что вешать четырьмя сегментами это слишком просто. У нас зритель квалифицированный, его надо завлечь некой интригой. И тогда мы решили не вот так вот педантично вешать, а в стилистике цветущее разнообразие жизни. То есть мы перемешали студентов четырех вузов, и это оказалось очень правильным, потому что уже когда экспозиция висела, мы наблюдали, что люди ходят, смотрят, говорят, о, это здорово, и потом они ищут, это выпускник какого вуза. И на самом деле вот это хорошо, и это правильно, потому что, конечно, здесь выпускники четырех разных учебных заведений, но в жизни все равно все переплетено, все вместе, и все живет под одними небесами. В галерее представлены работы педагогов. Хочу отметить, что примерно треть педагогов — это наши бывшие студенты. И мы, ветераны, мягко скажем, помним их румяными первокурсниками. И это тоже, на самом деле, дико радостно и приятно. Скажу вам больше, жизнь не стоит на месте, и за ней довольно сложно угнаться. Кое-кто, представленный в большом выставочном зале в статусе студента, уже просто во время финала подготовки экспозиции вдруг сделался молодым преподавателем. Но это уже пришлось проигнорировать, этот факт. Так что пока они называются студентами. На директорском балконе, как и говорила Мария Александровна, представлены работы художников из регионов. Это Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Калининградская, Вологодская и Мурманская области. И это наш дорогой партнер, фестиваль Морс, предоставил нам эти замечательные работы. Ну и действительно, Мария Александровна довольно подробно рассказала об этом феномене детских авторских курсов летом. И работы детей от 4 до 12 лет, сделанные под руководством опытных наставников, некоторые из которых мы тоже помним первокурсниками, а некоторые представители нашего цветущего поколения. Вот они там представлены. Единственное, я хотел сказать, что мы просили детей оставить работы для выставки. Но было несколько и довольно много случаев, когда не сами дети, а родители говорили, ну нет, это мы унесем домой и повесим на видное место. Поэтому не все шедевры, созданные летом, мы вам можем показать. Некоторые украшают дома создателей. Что еще я хотел бы сказать? Отдельно, прямо совсем отдельно, я хотела бы поприветствовать наших новых юных коллег. К нам сегодня прибыла делегация представителей легендарного учебного заведения, которое сейчас называется Московской Центральной Художественной Школой, раньше назывался Московский Академический Художественный Лицей, до того МСХШ. И это абсолютно уникальное учебное заведение при Российской Академии Художеств. А можно попросить вас даже помахать руками нам, дорогие друзья из СХШ? Где вы? Здравствуйте, да. Мы чрезвычайно рады вас приветствовать. И мы очень рассчитываем на продолжение нашей дружбы, сотрудничества. Тем более, что от вас до нас пешком минут 10. И что же, друзья, у нас с вами впереди довольно еще одно, я бы сказал, интригующее дело. Но перед тем, как мы объявим вот эту удивительную, интригующую новость, мы бы хотели предоставить слово человеку, который без всякого сомнения принадлежит и украшает мир людей, книги. Это поэт, писатель, лауреат национальной премии по литературе для детей и юношества. Я это произнесу, а то ты у меня вырвешь микрофон, и никто не узнает, что ты лауреат национальной премии. Поэт и писатель Андрей Усачев. Спасибо. Тут столько чудесных работ, я так успел пробежать глазами, что и глаза разбегаются, и мысли. Но на паре вещей я попробую сфокусироваться. Во-первых, от имени всех поэтов, которые пишут для детей, всех детских писателей, большая благодарность художникам. Потому что если бы не художники, ну кто бы читал эти стишки, рассказики без ваших прекрасных картинок. Так что вы наши кормильцы, ну так же в каком-то смысле, как и мы ваши, наверное. Вот. Я правда вот бегаю и посмотрел. Я думаю, что если бы заклеить вот этот преподаватель, этот студент, ну не заклеить, а так чтобы потом посмотреть, угадал ты или нет, возможно, мы бы с вами путались. Потому что иногда бывают такие студенты, что думаешь, ну это профессор как минимум. Вот. И второе, я хочу сказать, у меня такая мысль. Я пришел в библиотеку и вдруг понял, что самое большое собрание картин, это не Эрмитаж, не Третьяковка, не Лувр. В нашей библиотеке больше картин, я думаю, чем в любом музее мира. Потому что в маленькой книжечке 50-60 работ. Где такое видано? Поэтому это место прекрасное. Но я не буду вас утомлять своими рассуждениями. Вам лучше... Я думал, что бы мне вам почитать. Я обнаружил, что я написал огромное количество стихов про художников. Ну вот я прочитаю одно, наверное. И хватит. Называется «Где пишет художник?» Художник хочет рисовать. Пусть не дают ему тетрадь, на то художник и художник рисует он, где только может. Он чертит палкой на земле, зимою пальцем на стекле. И пишет углем на заборе, и на обоях в коридоре. Рисует мелом на доске, на глине пишет и песке. Пусть нет бумаги под руками, и нету денег на холсты. Он будет рисовать на камне и на кусочки бересты. Салютом он раскрасит воздух, взяв вилы, пишет на воде. Художник потому, художник, что может рисовать везде. А кто художнику мешает, тот землю красоты лишает. Вот, ну, это место, где мы будем вам всячески помогать, и молодым, и не очень молодым, всем художникам, потому что мы вас любим. Большое спасибо. И приходите в нашу библиотеку. Здесь всегда глазам раздолье. Ну и все. Спасибо, дорогой Андрей. Мог бы не скромничать, а прочесть бы еще. Давай. Я не ожидала, что он так легко поддастся на провокацию. Давай. Оно такое уже не столь оптимистичное, но неважно. И оно было написано лет 20 назад, и я понимаю, как оно устарело. Потому что тогда это было смешно. Называется «Живописный гражданин». Вчера мы с культпоходом ходили в Третьяковку. Жевали бутерброды и пили газировку. Карантина там, понятно, но больше всех картин. Понравился ребятам прикольный гражданин. Сказал ему служитель седой экскурсовод. Я вас прошу, пройдите назад или вперед. Все видят не картину, а только вашу спину. Да если бы мою спину я людям показал, пиджак мужчина скинул и громко ахнул зал. А на спине мужчины различные наколки. Иван-Царевич мчится верхом на сером волке. Сейчас, 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 смотрим, что там еще у нас. Еще скелеты цепи, а на плече кинжал. Навряд ли даже Репин такой изображал. Там был дракон наколот, и греческая муза, и две русалки голых подмигивали с пуза. Взглянув на всех сурово, мужчина так сказал. А я еще не все вам, ребята, показал. И друг мой Вовка Дудин шепнул. Вот это класс, какой культуры люди живут в стране у нас. Позагорать на пляже в кругу его друзей поинтересней даже, чем посещать музей. Спасибо, дорогой. И ты хотела от нас это утаить? Нехорошо, эти знания. Итак, дорогие друзья, настал предзавершающий момент нашей с вами торжественной теремонии. И я приглашаю к микрофону Светлану Васильевну Королеву, директора специальной центральной детской библиотеки имени Пушкина, и, наверное, Марию Александровну Веденяпину, для важного сообщения. Сейчас, наверное, вам нужен второй микрофон? Давайте я чуть-чуть так не буду раскрывать еще тайну. Я, наверное, можно расскажу, наверное, вообще короткую историю. В прошлом году мы решили поэкспериментировать, и на неделю детской книги в Санкт-Петербурге попросили плакат для как раз недели детской книги в Санкт-Петербурге сделать студентов, школьников, потому что они еще дети, ну, как сказать, чуть-чуть подросшие, да, и им ближе то, что как должен выглядеть этот плакат. И, да, у нас была победительница как раз плаката из Академии Штиглица, коллеги улыбаются. И мы подумали, что это замечательная идея, такой эксперимент вроде удался, и предложили коллегам нашим попробовать совместно сделать такой большой конкурс и российский. И, коллеги, спасибо огромное вам, доработали, усовершенствовали его и расширили. И дальше, Мария Александровна, это вам. Что вы добили и доделали? Расскажите нам, тайно теперь раскрывайте. На самом деле... Микрофон включите. Давайте поменяемся. Нет, мы включим. Давайте. Меняемся. На самом деле история, так сказать, уходит в прошлое. Потому что неделя детской книги, если вот молодые студенты или наши юные читатели не знают, то неделя детской книги была первый раз проведена в 1943 году. Поэтому вот к юбилею недели детской книги мы решили сделать так, чтобы все-таки эта неделя детской книги стала действительно таким праздником детской книги, который бы отмечался по всей стране. Этого очень трудно добиться на самом деле, потому что прошло иное количество времени, и все как-то решили по-своему этот праздник отмечать. Все отмечают, но в силу своих каких-то представлений о прекрасном или о том, что нужно отметить в рамках этой недели детской книги. А мы хотим ее поставить вот на такие общероссийские рельсы, когда писатели и художники могли бы ездить по разным регионам, выступать перед детьми, и чтобы это действительно неделя весенних детских каникул стала таким праздником детской книги. И мы вот вместе с библиотекой, городской библиотекой имени Пушкина, Санкт-Петербурга, детской библиотекой, решили объединить свои усилия и сделать всероссийский конкурс на логотипы, на плакат к неделе детской книги. Потому что если визуально это будет не на один год работы, этот логотип должен работать, по крайней мере, ну по моим представлениям, хотя бы лет пять, чтобы к нему привыкли, и чтобы он был узнаваем, и чтобы все, и дети, и взрослые, точно бы понимали, так сказать, назначение этого, или предназначение этого логотипа и плаката. Поэтому мы разработали конкурс. Мы не могли это положение конкурса опубликовать до сегодняшнего дня. Сегодня он появится у нас на сайте. Это творческий конкурс для студентов вузов, а может быть не вузов. Пожалуйста, детская художественная школа присутствует. Если там кто-то сделает классный совершенно логотип и плакат, это могут быть и подростки. И мы даже объявили денежное вознаграждение. Победители этого конкурса получат 100 тысяч. Все работы будут... То есть на 100 тысяч раздались аплодисменты. Мне кажется, это не самое главное. А самое главное, что работа победителя, она действительно будет вот по всей стране распространена. И это, я бы сказала, имя войдет в аналог. Поэтому конкурс до 31 декабря. У меня вот коллеги из Санкт-Петербурга спрашивали, почему до 31 декабря. Потому что понятно, что январь у нас не рабочий месяц. Особенно у студентов и преподавателей. В смысле, вы очень сильно работаете. Я понимаю, у вас там сессия после долгих новогодних праздников. Но потом святое, студенческие каникулы. Поэтому какой тут конкурс? Даже 100 тысяч. Поэтому до 31 декабря мы работаем, мы принимаем работы, отбираем. В жюри у нас согласились войти наши совершенно замечательные преподаватели-художники. Поэтому в добрый путь. И мы ждем шедевров. Мне кажется, шедевры будут. Если посмотреть вокруг, это уже шедевр. Еще раз поздравляю вас с открытием форума и всех приглашаем участвовать. Спасибо. Спасибо большое. Это была эффектная, завершающая часть нашего открытия. У нас с вами большая и очень интересная программа предстоит. Я думаю, что мы сделаем небольшой 15-минутный перерыв для того, чтобы вы могли посмотреть экспозицию. А потом мы с вами встретимся в большом концертном зале, где пройдет круглый стол, дискуссия, разговор между представителями наших замечательных четырех вузов и где мы поделимся, вернее, они поделятся, а мы будем задавать им вопросы относительно того, что они думают о современном состоянии иллюстрации, о том, каково быть и художником, и преподавателем, и о том, как нам с вами дальше делать это общее дело. Еще раз сердечно благодарю всех присутствующих, и мы не то что не прощаемся, мы только начинаем. Еще хотела сказать, нашему форуму пришли приветствия от Российского книжного союза, от Ассоциаций писателей и издателей России и от Российской библиотечной ассоциации. И еще одну вещь я хотела бы сказать. Мы действительно начали с того, что сегодня мы открываем этот форум. В то время как он действительно уже довольно давно функционирует как культурная институция. И у нас есть такая твердая уверенность, что к словосочетанию Всероссийский форум иллюстрации надо добавить еще одно слово, а именно первый Всероссийский форум иллюстрации. И на этой оптимистичной ноте я предлагаю нам завершить самую-самую торжественную часть. 15-минутный перерыв, и мы встречаемся в концертном зале. Всем спасибо.